Польское агентство Печати, я представляю, у меня за 10-й вопрос, очень приятно. Скажите, пожалуйста, Александр Григорьевич, вы говорили много и сегодня, и раньше про тех людей, которые выходят на протесты, и очень однозначно говорили о них, что они действуют против страны. Мне интересно, если есть люди, которые не против страны, хотят мирно демонстрировать свое мнение, вот что им делать, чтобы их не задерживал ОМОН, чтобы действовать по закону. Для того, чтобы демонстрировать, вы же видели, у нас демонстрировали, вы говорили, что до 15 тысяч собиралось, МВД говорило, 2-3 тысячи, но это не важно. Демонстрировали? Демонстрировали. А последние их оппозиционные митинги даже ОМОН и милиция охраняла. Мы беспокоились за людей, мы их даже охраняли. Но для этого есть отведенные места, как у вас в Польше, так в Гайдпарк в Великобритании и так далее и тому подобное. Идите и демонстрируйте. В Минске у нас 6 площадок. 6! И только на двух площадках демонстрации были. Еще 4 в запасе. Идите и демонстрируйте. Но если вы будете демонстрировать, где попало в нарушение закона, законом все урегулировано, и будете мешать другим людям, ну мы будем призывать вас к ответственности. Вот и вся арифметика. Площадки были заранее расписаны. И прежде всего была дана возможность оппозиции определить, в какие дни они будут проводить. Расписали каждый день. Я в курсе дела. Мне уже этот вопрос до меня доводили. Я у Мингорысполкоми запросил эту информацию. Они мне график. Вот согласован со всеми штабами, со всеми лидерами и так далее. Какие вопросы могут быть? Я же не резервировал эти площадки. Я же не проводил в Минске ни митингов, ни пикетов. Какие ко мне вопросы? Если расписали, ну надо придерживаться этого. Захотите после выборов выразить свое мнение? Хорошо. Давайте посмотрим, на каких площадках по закону, в горе с полком. Пойдете и выразите свое мнение. Учитываете, берете такую возможность, что могут быть введены санкции против Беларуси? Пугать нас санкциями не надо. Мы уже знаем, что такое санкции.